Театральная весна Спектакль, значит, по пьесе испанского драматурга Кассона «Утренняя фея». Его на суд зрителей выносит Народный театр «Антракт» посёлка Богородская. Режиссёр Инна Анисимова. Они ехали 300 километров. До свидания, пуха-медра! Начинайте! Режиссёр Инна Анисимова. Режиссёр Инна Анисимова. Режиссёр Инна Анисимова. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хлеб все еще горячий. Он пахнет, как цветущий сад. А что вы скажете об этом цвете? Золото. Это последнее зерно и сам важно. Пшеница хороша, но не только в ней дело. Господь придумал твои руки, Тельба, чтобы печень и хлеб. Мои личные гренки. Нет ничего лучше холодной зимой, если смочишь их в горячем молоке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И девочки тоже. Почему я не могу ходить через леку? Хватит, хватит, хватит говорить об этом. Ты, кажется, хотела испечь ледешку. Пойдем, пойдем. А то печка остынет. Ты не должна была говорить это пригорение. Она все время дышит воздухом, отравленным горечью. Она была ее сестрой. И я не хочу, чтобы ее забывали. Не думай об этом. Пуля никогда не попадает в одно и то же место дважды. Ведь она ребенок. Она должна бегать, прыгать, смеяться на солнце. По крайней мере, около меня. Она в безопасности. Ребенок, который не спокоен, это не ребенок. А ты не думаешь об этом. Я-то знаю, о чем ты думаешь, когда часами сидишь молча. К чему оглядываться назад? Что было, то было. Но у тебя есть дом, и он снова должен стать счастливым. Нет для меня. Раньше все было так просто, когда здесь была Вероника. Но у тебя есть еще Дарина. Думай о ней. Сегодня я могу думать только о Веронике. Это ее день. Была такая же ночь. Четыре года назад. Уже четыре года. Разве это жизнь? Хозяйка сидит, уставившись в стену. Вы все время молчите по углам. И ребенок боится говорить громко. Если еще я замолчу, то он вообще будет как-то ответ. В этот день не надо говорить громко. В тишине легче вспоминать. А разве я забыла, хозяйка? Но жизнь не останавливается. Ну, какой смысл завешивать окно шторами и твердить, что ночь? На улице каждый день встает солнце. Нет ли вы? Нет. Вы слушайте меня, хозяйка. Откройте, Настя, ж двери комнаты Вероники. Вытащите на балкон простыни. Сотрите пыль с сундуков. Даже солнце не имеет права найти ее дом. Это пыль единственное, что осталось у нее с того дня. Зря стараешься. Она как больной, который не дает вывернуть за ногу. Прекрасная за носа. Лучше каждый день чувствовать ее, вонзившись в тело, чем, как вы все, забыть ее. Молчать не значит быть бесчувственным. Когда я выходила замуж, мне казалось, что мой муж не любит меня, потому что он никогда не говорил мне красивых слов. Но он всегда приносил мне первые броськи винограда и за семь лет оставил мне семерых детей. Все мальчишки. Каждый выражается по-своему. Муж приходит и уходит. Это не плоть от плоти, как дитя. И вы будете говорить, что такое дитя? Мне? Да вы потеряли одну. Мир ей и покой. А я, я в одну ночь потеряла семерых. Землей в глазах черных от углей. Их вытаскивали из шахты. Я сама своими руками вынула семь тех. Одно за другим. И что? Я покрыла голову и села у порога плакать. Я оплатила их стоя, работая. Я была уже слишком стара, чтобы родить других. И посадила на огороде семь деревьев, высоких и красивых, как семь юнош. Летом, когда я сажусь вязать в их тени, мне кажется, что я не так одинок. Твои лежат в земле, и над ними растет трава, и даже рожь, а моя лежит в воде. Можешь ты поцеловать воду? Может ли кто-нибудь обнимать ее, зарыдать над ней? Вот что сжигает мою кровь. Ее истало все тело. Самые лучшие плотцы на реале в самые глубокие места. Ее мало искали, иначе бы нашли. Но ведь это уже скучалось раньше. Оно-то нет дна. Говорят, там на дне целый город со своей церковью и со всем остальным. И в ночь святого Иоанна можно даже расслышать звон колоколок. Пусть там будет хоть дворец. Не хочу, чтобы она лежала в воде, Куда, проходя мимо, все кидают камни. И сами сказали, человек земля, и должен снова стать землей. Только когда ее мытью, я врету ее. Моя ложь не соннула? Да. Ты обязательно должен ехать в гору этой ночью? Я сам должен забрать любовь, Они будут угрышением праздника. Если только это, то справится ли по слуху? Да он не любит их так, как я. Еще телятами они ели столицы в моих рук. И сегодня, когда они уходят, я хочу сам поставить на них клево в свой дом. А ты не подумал о том, что в эту ночь я нуждаюсь в тебе больше, чем обычно? Ты забыл, какая сегодня ночь. Сегодня? Да. Знаю. Тебе не хочется вспоминать. Но мне было бы достаточно видеть тебя, сидящим здесь, молча. А стул ждет меня. Так необходима эта поездка. Да даже если нет, лучше посеять новое дерево, чем плавить просушившись. Понимаю. Киротка была твоей невестой два года, а женой три дня. Мало времени, чтобы полюбить. Да за тридцать лет я не полюбил бы ее больше, чем на тех временах. Тогда почему же ты никогда не называешь ее по имени? Почему, когда все село плача искало ее, ты сжав-пулак и сидел дома? И почему ты не смотришь мне в глаза, когда я говорю о нем? Ты добьешься того, что Маркин возненавидит этот дом. Нельзя превращать воспоминания в незаживающую рану. И ты сюда же. Уже никто, никто не любит ее. Не поможете ли вы мне лущить вобытно? Когда я вот так сижу, руки работают, а вы просите где-то витаясь. Куда идти твоя мысль? Тейба. Туда, где семь высоких деревьев. А ваше? А мы-то всегда в этом месте. Води. Собака что-то бывает. Должно быть кто-то чужой. Своих она узнает уже изгон. Там женщина, мама, она наверно заблудилась. У нее капюшон и палка в руке, как у странника. Открой. Такую ночь нельзя закрывать дверь перед пудником. Затроним блок этот дом. Аминь. Ищите гостиницу, а она на другом берегу летит. Но уже поздно и лодка не ходит. Проходите. Странники имеют право на титул. Они приносят им, в том, который их принимают. Потеряли дорогу? Нет сил, чтобы идти. Я издалека, а на улице холодно. Садитесь к огню. И если вам что-нибудь нужно, дороги рождают голод и жажда. Мне ничего не надо. Немного огня и все. Я была уверена, что найду его здесь. Это было нетрудно понять. Вы, наверное, увидели дым из трубы? Нет. Я увидела лицо ребенка в окне. А дома, где есть дети, всегда теплые. А что это вы на меня так смотрите? Кого-то вспомнили? Мне кажется, мы с вами видимся не впервые. Возможно. Я прошла столько деревень, столько дорог. А ты? У тебя вырастут глаза, если будешь на меня так смотреть. Простите ее. Она не привыкла к незнакомости. Ты меня боишься? Вы боитесь меня? Я никогда не видела странника. Не бойся меня. Счастливый дом. Ну-ка, его называют дома Мартина. Это мой дяд. Вы его знаете? Слышу на нем. Свет роза, кипящая кровь. Лучший наездник в округе. Синьора, простите, что я вас оставляю. Если решите остаться на ночь, вам дадут все, что нужно. Все. Кроме времени для отдыха. Мне надо продолжать свой путь. Вы идете в свадьбу, хозяйка? Побуду одна. Если никто не хочет меня здесь слушать, закройтесь в комнате. И буду молиться. Молиться. Это как кричать. Было тихо. Дарина, а ну в кровать. Во сне, дети, быстро распу. Можно я еще немного просижу? Как вы сказали, называется то опасное место в горах? Робион. Робион. Это около большого каштана. Сто лет тому назад его сломала молния. Но до сих пор торчит его извилистый ствол и манзившийся в скалу корни. А вы неплохо знаете наши места. Бывали здесь раньше? Я бывала здесь. Но всегда мимоходом. А меня вы не помните? Да с чего бы я и вас вспомнил. Ну, добро, вы молодая, красивая. А старики мы все одинаковые. Это могло быть только здесь. Я никогда не путешествовала. Когда вы бывали здесь раньше? Последний раз это был большой праздник. Играли валынки, били барабаны. Со всех тропинок сбор спускались парами лошадях, украшенными цветами. Ковры за снегом покрыли все поле. Свадьба наследница, свадьба наследница. Это было два года назад. А раньше? Помню другой раз. Зимой. Сильный снегопад занес все дороги. Деревня была как в толпах карликов. С белыми капюшонами труб и ледяными бородами, свисавшими с крыш. Урага. Другого такого не было. А раньше? Гораздо раньше. Раньше. Это было так давно, что я уже и не помню. Стоял густой черный дым, мешавший дышать. На шахте сирена вылая. Мужчины бежали, сжимая кулаки. Ночью все двери были распахнуты настиж. Женщины громко рыдали в домах. Пресвятая Матерь Божья, сотрей этот день. Вам холодно? Рукам всегда холодно. Пойду, принесу перескар. Когда он горит, ведет такой запах. А теперь вы мне расскажете о сказке? А разве бабушка тебе и не рассказывает? Бабушка рассказывает, но ни одной не заканчивается. Она засыпает. И дред, дред, тут и сказочки конец. Раньше все было по-другому. Вероника знала их сотнями. Некоторые даже напевала. И она рассказывала их так, будто сама все видела. Кто такая Вероника? Старшая сестра. Вся деревья любила ее. Но однажды ночью она утромила. И с тех пор нельзя ни кричать, ни играть. А ты знаешь какую-нибудь игру? Наверное, уже все забыла. Давай поиграем, жмут. Элики, береги, ели вареники. Элики, береги, вот тебе водить. Лови меня. Я здесь. Я здесь. Не поймала. Не поймала. Я здесь. Я здесь. Не поймаешь. Не поймаешь. Не поймаешь. Я здесь. Здесь. Не поймешь. Не поймешь. Не поймешь. Не поймешь. Не поймешь. Не поймешь. Садись. Нет, не могу. Дорога каждая минута. Тихо. Слышишь? Стук копыт? Это, наверное, опять те. Дай бог. Как тяжелые веки. Нет, не могу. Больше не могу. Бероника знала такие слова, которые меня усыпляли. Хочешь, я ей скажу? Скажи. Только не забудь. Ровно в девять. Закрой глаза и повторяй, не думая. Там высоко-высоко. Там высоко-высоко. Есть белая гора. Есть белая гора. А на горе апельсиновое дерево. А на горе апельсиновое дерево. А на горе апельсиновое дерево. А на дереве четыре плода. Два золотых и два серебряных. Четыре плода. Четыре плода. Уснула. Бедняжка. Наверное, она очень устала с горой. Тарина, Маш, постель. Я должна разбудить ее, когда часы пробьют деревьев. Иди с тейбой. Я сама ее разбужу. Бедня, она очень устала с горой. У нее такие печальные глаза. Пусть убирается туда, куда пришла. Мне не нравятся одинокие женщины, которые шляются ночами по дорогам. Я ее увидела. Ну, да. Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Умаилась, пока уложила. Спит. Боже мой, как быстро ее голова наполняется разными выдумками. Может, это дева дорог, а может, это переодетая королева, а может, у нее в плащах золотая одежда. Кто знает, иногда ребенок видит дальше взрослого. Мне тоже показалось, что что-то таинственное вошло с ней в дверь. Ваши-то годы, ишь, детство заиграло. Открывая дверь, ты ничего не почувствовала, Делька? И не. И все. Ой, бросите. У меня, слава богу, все дома, и глаза на месте, и вообще я никогда не делала, Стас. И все-таки эти бесцветные глаза, это спокойная улыбка. И как она говорит? Ай, просто она что-то вскрывает. Вот поэтому она мне сразу встала поперек горла. Мне нравятся совсем другие люди. Да что с вами, Таня Илья? Утаражите, как вы думаете? Не знаю. Я боюсь то, о чем думаете. Ну так не думайте. Все зло идет от головы. Когда умные мысли не дают мне покоя, я сажусь в вязать. Святое свет. Слушай, Тельба, помоги мне вспомнить, когда она говорит, бывало здесь раньше. Ну, в день урагана, когда снег занес все дороги. Ты помнишь, когда хвостук замерз в горах, его нашли на следующее утро в рубатый, твердый, как железо? Бедняга. А другой раз, во время свадьбы наследницы? И так она говорит. А помнишь, пузнец обещал подсвелить молодого олененка, и когда он наклонился напиться, ружье выстрелило? Ну да, его нашли, потому что вода в источнике стала красной от его крови. А к чему вы это спрашиваете? А помнишь, в день, когда сирена вылала по всей деревне, и все женщины в каждом доме плакали? Ну, помнишь, Тельба, твои семь сыновей? Господи, о чем вы думаете? Где ты оставила долину? А она спит, как ангелочек. Иди к ней, иди, иди, иди. Закрой окна и двери, и никого не впускай. Если надо будет, закрой окна твоим делом. Господи, спаси ее. Иди. Теперь-то я знаю, где я тебя видела и когда. А ну, вставай, чертова сила. Иду, иду. Кто это? Посмотри на меня и попробуй сказать, что ты меня не знаешь. Помнишь, в тот день на шахте я тоже была там? В какой-то момент ты подумала, что настал уже мой час и подошла слишком близко. Я видела твои бесцветные глаза, я чувствовала твои холодные руки, но я выбралась. Я так и думала. Тот, кто видел меня, хоть один раз запомнит на всю жизнь. А что ты хочешь теперь? Хочешь, чтобы я выпрыгнула твое имя на всю деревню? Чтобы за тобой гналистским жаловником нями? Ты не сделаешь этого. Это бесполезно. Я уже слишком стара и много думала о тебе. Не хвались этим. Собака не думает, а узнала меня раньше, чем ты. В который час? Половина десятого. Половина десятого? Почему меня не разбудили вовремя? Я так этого боялась. Но теперь уже поздно. Да благословен будет тот сон, который светал твои руки и закрыл твои глаза. Это твоя мучка виновата. Она сделала так, что мое сердце горячее. Только ребенок мог совершить такое чудо. Так-то ты хотела отблагодарить за прием. А она еще играла с тобой. Дети часто, не ведая того, играется смертью. За кем ты пришла? Если за Дориной, то пройдешь только через мой труп. Зачем мне твоя мучка, такая слабая, шквал жизни? Вот что меня ожидала в эту ночь. Я сама поседлала ему коня и надела шпоры. Мартину? Лучше наездный город. У большого каштана. Большой каштан всего в миле отсюда. И слава Богу, он давно уже миновал его. Но ты же знаешь, мой час не проходит совсем. Он бывает отстрочил. Тогда чего ты ждешь? Уходи. Уходи. Я уйду. Но ты простись со мной без ненависти. Добрым словом. Мне нечего тебе сказать. Так не трудна жизнь. Но она лучшая из того, что я знаю. Жизнь. Ты думаешь, вы так различны, что могли бы существовать друг без друга? Прошу тебя. Умоляю. Уходи из этого дома. Не понимаю вас. Вы все жалуетесь на жизнь. Так почему же боитесь лишиться ее? Может быть, не из-за того, что оставляем тут? Мы не знаем, что найдем там. То же самое и в начале путешествия. Поэтому дети плачут, когда рождаются. Опять дети? Ты все время думаешь о них. Я женщина. И если кому-то сделала больно, то сделала это не больно. Это любовь, которую я не умею осуществить. И дай Бог, никогда не научусь. В эту ночь мне больше нечего делать в твоем доме. Меня ждут в других местах. Прощай. Эй, эй! Это Маркин. Выйди, выйди через другую дверь. Я не хочу, чтобы он тебя видел. Это почему же? Иди, не бойся. Пусть заходит. Скорее, эй! Кто кричит? Это Маркин. Так скоро. У тебя не было времени и на половину пути. Вероника! Дочь! Да что ты, что ты с ума пошла? Тогда кто она? Я не знаю. Я ехал по берегу и видел, как она упала в воду. Это просто ума. Господи, зря я просила. Это не она. Не она. Ее зовут Адела. Дыхание спокойное. Надо что-то делать. Ну что? Не знаю. Мне никогда и никого не приходилось возвращать к жизни. Пока Лбина ей поможет. Дайте я сама. Боже, если бы я это могла сделать иногда, четыре года назад. А с тобой, Мартин, ничего не случилось? За Родионовым и за скучной молнии я потерял тропу. И мы просакали поправить область. Но это пустяки. Она приходит к себе. Не волнуйтесь, опасность уже позади. Кто меня сюда принес? Я ехал по берегу и видел, как упали в воду. Зачем вы это сделали? Я не упала. Я сама. Я собрала все силы, чтобы решиться. И все впустую. Молчите. Не надо говорить. Дышите глубже. Дышите. Воздух дарит мне грудь, как свинец. А там, в реке, было все так просто, так легко. Все так говорят. Это как холодное купание души. Завтра все покажется вам как мы сном. И я снова останусь одна, как прежде, никого не любя, ни на что не надеясь. А у вас есть молодость, ильяр. У меня никогда ничего нет. Говорят, приготовленная поверхность в один миг вспоминает всю свою жизнь. Я не могла остановить ничего. И среди столбик дней не было ни одного шестерева. Только один. Но уже так давно. Это было в Камикуле. В доме моей подруги. Там были поле и стада. Вечером все садились вокруг стола и ласково разговаривали друг с другом. Ночью просто не пахты яблоками, а небо наполнялось звездами. Но воскресенье, такой короткий день. Это очень грустно всей жизни вспоминать только один день в чужом доме. А теперь она опять упала в обморок. И уход на руки. Госпожой, она просто спит. Надо уложить ее. Куда? В доме есть только одно место. В комнате Вероники? Нет. Ты не можешь закрыть перед ней дверь. Можете забрать все мое. Мою одежду, мой хлеб. Но только не место Вероники. Ну подумай. Она пришла с того же берега. Та же вода у нее в волосах. И ее принес Мартин. Это как видение Господа. Ведение Господа. Унесите ее. Ты, Ваня, открой комнату и собей в крови. О чем задумалась? О многом. О большем, чем ты предполагаешь. Плохая ночка, да? От тебя одновременно ускользнули мужчина на краю пропасти и женщина в воде. Мужчина, да. А ее я не ждала. Но ведь ушло все к тому, если бы не подоспел Мартин. Ее спас бы другой. Или она сама? Девушка еще не предназначена мне. Как это? Не понимаю. Кто-то пытается обогнать время. Но то, что написано в моих книгах, неизбежно. Я вернусь в назначенный час. Постой. Объясни мне эти слова. Не могу. Впервые передо мной загадка, которую я не в состоянии разгадать. Какая сила толкнула эту девушку к смерти раньше времени? А разве этого не было в твоей книге? Да, то же самое. Глубокая река, утопленица, этот дом. Но не сегодня, а через семь лун. Забудь о ней. Она еще так молода. Но неужели ты не можешь хотя бы один раз пощадить? Это невозможно. Я не приказываю. Я подчиняюсь. Ну почему она должна умереть в расцвете юности? Она еще ничего не сделала в жизни. Думаешь, я знаю? В жизни часто так случается. Мы не знаем дороги. Но приходим туда, куда следует. В твоем доме еще зазвучит девичный голос. Когда ты вернешься? Посмотри на луну. Она совсем круглая. Так будет еще семь раз. И тогда я вернусь в этот дом. В ту ночь Одна красивая девушка, украшенная цветами Встретится со мной В реке. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. 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 — Это прическа? — Так маме нравится. — А по мне лучше бы ты была, как была, как прежни. Ну разве я могу сравниться с той, что начала эту вышивку? Ты уже причёсываешься как она. Одеваешься как она. Скоро совсем станешь как она. Просто страшно. — Не… почему? Ну понимаешь, если у тебя устрарить драгоценность Зайдя другую, ты не положишь ее в то же самое место. Не понимаю. Да это я так. Да иди, Господне с бабушкой. Весь день, Слышенька, дверь. Если она ждет пролучика, еще рано. Праздник начнется только ночью. И мы пойдем смотреть красоты. И вместе проиграть через заколы. Слава Богу, в этом доме наконец-то слышен детский смех. Дэй, помашь и ребенок. То, что сделала ты за эти месяцы, я бы не смогла и за долгие годы. Сколько бы я ни сделала, я не смогу отладить вам за все ваше добро. Этот дом был как остановившиеся часы. Дарина, плетившая в углу, и хозяйка, Застывшая, глядя на портрет. Теперь все движение есть птичка, которая поет в часах. А ведь у меня не было ничего, ни малейшей надежды. И вдруг небо мне подарило сразу все. Мама, бабушка, дари мне целую жизнь, значит, у и другой. Иногда мне кажется, что этого всего так много. И что я снова останусь одна на берегу. Ой, замолчи. Ничего себе праздничного не сли. Что это ты вдруг помрачнела? Нет, просто всегда думала, что чего-то не хватает для счастья. А, ну-ка. И это что-то с голубыми глазами и в шпорах. Ладно. Ну так я и думаю. Всем остальным я нравился. Только он один смотрит на меня как на чешую. Он мне ни разу не сказал доброго слова. Слушай, Адела, если хочешь со мной говорить, Говори блиннее, без бенегов. Ты не бойся, что ты чувствуешь, Кладка. Желание оплатить им за все, что он сделал для меня. Сделать что-нибудь для него. Развести огонь, когда ему холодно. Молчать, не стесни, когда он грустен. И это все. А что еще? А тебе не приходило в голову, что он мужчина. И давно одинок. И что ему для жизни нужна не сестра, а женщина. Ты, Ильба, да там, она в плен в этом подумала. Я только хотела сказать, что в этом не было бы ничего страшного. Я во всем теперь занимаю место Велоники. Не вредя ее памяти. Но остается только одно. Святое. Нет. Какого-то, нет никакого? Зачем? Да я, конечно, вчера выкнул запястье, надо перевязать. А почему ты не сказал вчера? Слышишь, Аделла? Не обратил внимания, наверное, когда разжегал телегу. Вчера? Ха. Телега вчера весь день стояла во дворе. Ну, значит, когда запрягал волосы или подпрягал телегу. А что, и помнить долго? Ну, а мне-то что, рука твоя? Больно. Тяните мне. И еще. А зачем ты надеваешь эту память? Это не мое желание. Мне зачем тебя надевать эту память? Спасибо. Еще кто упустил руку, которая тебя лечит? Ну, жаль ведь. Хорошая эта память. Он не такой, когда смотрит на поле и ласкает свою лошадь. Только со мной. Мам, я уж хотела им не вас искать. Ничего себе продолжа. До самых виноградников. Вечер так красивый. Совсем уже лето. По деревне прошлись. Прошла. Виноградники дошли до самой деревни. А сколько новых деревьев. И эти дети, которые так быстро растут. Многие меня не знают. Ну да, вы думали, деревня спала это четыре года. А по дороге к мельнице растут такие розы. Пойдем смотреть костры. Уже четыре года я не видела костров. Мне тоже они горячат, кровь. И если мои ноги позволят, я еще покажу, что такое танцы. Мама, вы, наверное, устали. Пойдемте, я вас провожу. Спасибо, дочь. Да какая муха вас сегодня укусила? Все, ходите, выходите, сторожите. Вы что, ждете, что никого не будет? Нет. А где Адела? Сейчас придет. Подбодрите ее. А то ей лезут в голову всякие тучи. Мамочка, ты меня спалит? Нет, я просто хотела тебя видеть. Эльба говорит, что тебе в голову лезут всякие грустные мысли. Хм, хлопоти. Иногда и не поплакать приятно просто так. Мама одевается на танцы. И сегодня самая красивая ночь в городе. Мамочка, посмотри, все небо прошито звездами, а луна совершенно круглая. Совершенно круглая. Уже седьмой раз, с тех пор, как ты появилась в этом городе. Да? Как в городе, люди. Адела, скажи мне, ты счастлива? Как только можно быть счастливой. А ты ничего от меня не скрываешь? Нет. А что меня так скрывать? Ну, мне кажется, это вы сегодня о чем-то умалчиваете. Ой, пустяки. Хоть бы раз поверить, что это сон. Но нет, была такая же ночь, семь лун назад, когда, клянувшись, ты в этом доме, и с другой путь. Бабушка, а вы о том сне вы говорите? Не слушай меня, воображение. Мне кажется, что нам будет какая-то опасность. Беда бросится на нас внезапно. Мы не сможем понять, откуда она, и ничего сделать. И скажи мне, как самое святое, ты счастлива, и что на душе у тебя нет ни облачка, чтобы я тоже была спокойна. Да клянусь вам, бабушка. Спасибо тебе, Адела. И еще, обещай мне, что сегодня на танцах ты не отойдешь от меня ни на шаг. А если услышишь, что какой-то странный голос зовет тебя, то еще крепче сожми мою руку. Обещаешь? Обещаю. Слышишь? Нет. Кто-то идет в дом. Ты меня помнишь? Вспоминаю. Вспоминаю. Очень сложно. Мы встречались с тобой один раз. В тот момент, когда Маркин принес тебя с реки. Почему ты закрыла глаза? Я не хочу вспоминать этот день. Моя жизнь началась на следующее утро. Ту ночь ты говорила по-другому. Ту ночь ты говорила по-другому. Ты сказала, что в воде было легко и просто. Я не знала, что тогда говорила. Понимаю. Отпустим. На тебе сегодня праздничное платье и слова твои праздничные. Но смотри не поменяй, сменив одежду. Это странница с белыми руками. Я так часто вспоминала тебя. Ты пойдешь с нами на праздник? Нет, когда дети прыгают через костер, мне лучше быть подальше от них. Я вам не нужна? Пока нет. Ты идешь на танцы? Да, когда зашгут костры. А костры жгут на берегу реки? Полно. А почему? Хорошо. Мы с тобой еще встретимся, Огута. А почему вода в этой ночи волшебная? Потому что это праздник крещения. В такую же ночь крестили Христа. Сегодня все реки мира несут в себе капли Ордана. Поэтому вода волшебная. Убери руки, убери руки, не трогай Дарину. Все-таки ты пришла. Ты меня не ждала? Умоляю, уходи из этого дома. Достаточно горя ты принесла этой семье. Я не могу возвращаться одна. Возьми меня. Возьми мой урожай. Возьми все, что я имею. Но не опустошай этот дом снова, когда ты взяла Веронику. Вероника. Кто такая Вероника, о которой вы все говорите? Ты это спрашиваешь меня? Ты, ты, которая ограбила нас? Я? Посмотри на нее. У нее в ушах еще звенели свадебные песни, а на губах не стерся вкус первых поцелуев. Что ты с ней сделала? Красивая девушка. Она была женой Маркиной? Только три дня. А ты этого не знаешь. Не притворяйся. Притворяться я не умею. Я не знаю ее. И никогда не видела. Не видела? Никогда. Ну тогда где она? Ее искали в реке. И Маркин искал. Маркин? Маркин нет. Тут строится какая-то тайна, которую надо раскрыть. Но если ее не знаешь ты, то кто знает? Тот, кто был ближе всего к ней тогда. Может, сам Маркин? Невозможно. Зачем бы он стал обманывать нас? Вот в этом и весь секрет. Кирго, это Маркин идет сюда. Оставь меня одну. Что ты хочешь? Знать. Оставь меня. Аделла! Ты меня искал? Нет, но я тебя искал. Я хотел тебе просто сказать что-то. Наверное, что-то ваше, если ты меня искал? Я не оратор. Я скажу сегодня словом. Прощай. Ты уезжаешь? Завтра с погонщиком в костюме. Так далеко? А кто-нибудь еще об этом знает? Нет. Я хотел, чтобы ты узнала об этом веру. Теперь вернее. И сколько ты там работаешь? Какая разница? Это зависит не от меня. Ну, ты понимаешь. На такое длинное путешествие не решается просто так, будто бегство? Зачем ты едешь-ка в стиле? Куплю скот, ассалу, винограды. Все, что нужно для меня, это просто уехать подальше. Так лучше для нас обоих. Для нас обоих? Если я не могу смотреть на тебя, говори. Так толку? Биться, бороться с кровати, твердя нет, когда все существует, ищет люблю. Макс. Я не хотел тебе этого говорить, но это сильнее меня. Простить. Простить? За что простить? Это я должна просить прощения, но у кого из-за что не знаю. Боже, все кровь кипит в моих жилах. Я так боялась услышать от тебя эти слова, а теперь не хочу слышать ничего другого. Ну, что теперь с нами будем? Ты сказал, что любишь меня. И одни слов мне хватило бы на всю жизнь. Теперь я уйду из этого дома. Нет. Но это необходимо. Ты думаешь, мама бы согласилась? Для нее наша любовь порванена к памяти Вероники. А ты думаешь, будь Вероника только памятью у нас могла бы разлучить нас? Мертвый и фестивный. Ага, сильна. Она не все время правит здесь. И я первая к ней подчиняюсь. Послушай, Аделла. Вероника не была тем средлым образом, который ты себе нарисовала. Все эти воспоминания, они в блики на воде. Ложь. Что ты говоришь? Что ты отменешь в виду? Почему ты говоришь так про женщину, которую любил? И очень. Но лучше бы я любила и меньше. Но ты должна знать, что вся я жизнь была ложью. Как ее смерть. Что ты этим хочешь сказать? Ты еще не поняла? Вероника жива, поэтому она нас разлучает. Это невозможно. Это невозможно. Все помнят то время, когда мы были жеником и невестом. Нежность и нежность, безоблачный взгляд. Но потом она отправилась в предшествие за свадебным нарядом. Ей нужно было всего три дня. А она вернулась через месяц. И совсем другое. У нее были душливые глаза. И будто речный песок заглушала я голос. Произнося клятвы в церкви, она еле решала. А когда ей надевали кольцо, ее руки дрожали. А я, моя мужская гордость торжествовала. Я даже не заметил салфи неизвестного, который, пряча пыльные сапоги под бочком, издали, наблюдал церемонию. Три дня у нее было жарко. И, думая, что я сплю, она плакала, уснувшись с лицом в подушку. А на третью ночь, когда я увидел ее идущие к реке, было уже плохо. Она сама отбязала водку и переправилась на другой берег. Я тот человек, я ждал двумя лошадьми. Ну а почему ты молчал? А что я мог сделать? Сначала я хотел всем все рассказать, но потом, когда вышли ее плоток вон, и все решили, что она утонула, я подумал, что лучше всего было молчать. Понимаешь, что теперь почему я не знаю? А потому что я люблю тебя и не могу судать это перед всеми. Прощай, Адам. Мартин! Подожди! Мартин! Давай забудем на эту ночь. Может, завтра никому никуда не придется уезжать. Ты думаешь, но есть множество в день, которые стоят между нами? Мартин, я прошу тебя только на одну ночь. Забудем вместе и будем танцевать. Хоть хоть один раз, но все ее видят, явно не подъявят. Я жду тебя на танцы. Где моя монтирия? Ее нет в говоде. Вы хотели одеть ее сегодня на танцы? Прежде зайду в церковь. Надо поставить свечу святому и за многое поблагодарить Бога. Вы его чем-нибудь просили? О многом. Часто. О неосуществеемо. Но самое дорогое, тебя, он дал ей просто так. Тогда я не могла этого поблагодарить. Я даже чуть не закрыла перед тобой дверь. Не надо вспоминать, это мама. Теперь, когда все хорошо, ты должна простить мне мою зло. Ты ведь понимаешь, правда? Когда ты впервые села за этот стол, ты ведь тогда не знала, что это было ее место, и на него никто не имел права садиться. А я жила одними воспоминаниями. И каждое твое слово оскорбляло ее молчание. А каждый поцелуй Дарины казалось, ты в немало у нее. Ведь тогда мне хотелось уйти, но я уже не могла ее объяснить. Я получила великий урок, река, которая забрала мою дочь, дала мне другое, чтобы моя любовь не переросла и не было. Спасибо. Вы знаешь, что это за платок? Вероника была в нем последнюю ночь. Подарок Марте. Теперь он длинный. Спасибо, мама. А теперь ответи нечестно, как женщины-женщины. Как ты относишься к Мартину? Почему вы спрашиваете? Ответь. Как ты относишься к Мартину? Как ко всем. Почему же ты тогда дрожишь? И почему ты не смотришь мне в глаза? Не Мартин, не я не может придать память ампироники. Да разве я придаю ее память, называя тебя дочерью? Послушай, Адель, я часто думала обо всем этом. И я не хочу, чтобы ты напрасно страдала из-за меня. Ты знаешь, что, Мартин, тебя любит? Не надо. Да-да, я это давно уже знаю. Заметив эти я почувствовала, как холодная сна прожит все мое тело, тут старевнивая вермонька бушевала во мне. И я долго не могла к этому приведуть. Но теперь все позади. Просто если на него пал твой выбор, я не буду против. Это закон жизни. Это сочи мальтины. Путин, почему меня вернули со старого пути и не могут указать лучше и этот плоток, который сжимает мне горло, как память о воде. нет, Адела, думаешь, найти решение в реке? Я не знаю. Вчера было все так просто, но сегодня как мрачная скала на низку надо мной. Но вчера ты еще не знала, что любишь. Это любовь? Нет, страх ее потерять. Любовь это все то, что сама не ведая ты чувствовала раньше. Это тайное беспокойство, как вельгнувшая тень открыла птица в солнечный день. Но почему любовь называет счастьем, если оно приносит столько боли? Вы когда ее подлюбили? Никогда. Но мы часто вместе. Я и любовь. Мы часто вместе. Я и любовь. Я завидую вам. Вы можете чувствовать боль, которая впивается в ваше тело, как кольчула из гвоздей, но которую все-таки никто не хочет сбросить. У меня еще хуже. Это как ошок внутри, как трик, который мечется, не находя выхода. Успокойся. Почему вы меня тогда не отпустили? Еще не поздно. Нет, это не для тебя. Посмотри в окно. Горят костры, а на танцах ждет тебя Мартин. Я подарю тебе счастье. Эта ночь будет самой красивой из всех, которые ты видела раньше. Завтра твой путь будет свободен. Я подарю тебе счастье. спасибо. За что Адела благодарила тебя? Она знает, кто ты? Она еще долго не будет знать Но ее ты искала эту ночь Думала и ее Но сейчас вижу, что ошиблась Тогда уходи Чего ты ждешь? Я не уйду одна Я тебе уже сказала Женщина из твоего дома Встретится со мной Привет Но ты не прольешь Ни одной слезы Не верю Ты все время посматриваешь на внучку Признайте У твоей внучки будут дети Не волнуйся Иди к ней Что ты делаешь Это знак прощания Когда ты вернешься с праздника Мой долг уже будет выполнен А сейчас оставь меня Вероника Откуда вы славите ее? Я вас никогда не видела Я тебя тоже Но я знала, что ты придешь Ты кого-нибудь встретила? Нет, никого А где мои родные? Где моя мать? Тебе лучше не встречаться с ней Что ты им скажешь? Я заплачу Я встану на колени И они все поймут А Мартин? Мартин здесь? На празднике Танцует вместе со всеми Вокруг костра Нет Ложь Мартин Мартин мог меня забыть Но мама Я уверена Она все эти четыре года Ждет меня Мама Мама Что ты ищешь в этом зоне? То, что было моим Но ты же сама все бросила Я Я не пытаюсь здесь найти Любви Только прощение И И хотя бы угол Где можно умереть спокойно Я Я вынесла все самое худшее Что может вынести женщина Оскорбление И одиночество Жалкие ожидания У мраморных историков И холодные рассветы Под открытым небом Нет Они не могут закрыть Передо мной Эту единственную Жень Дверь Как Как грязная монета Я переходила Из рук в руки Только Гордость Давала мне силы Но ее я потеряла Я побеждена И мне не стыдно Кричать об этом Я Я хочу Я хочу найти Только угол Где можно Спокойно Отдохнуть Пожертвовав Всем Ради страсти Нельзя Потом Возвращаться Как Трустеливая Собака Выпрашивая Крошки С собственного Стола Ты думаешь Мартин Снова Примет Тебя Своей обьяния Мартин А что мне Может сделать Мартин Ударит меня Тем лучше По крайней мере Это была бы Сладкая боль Бросить хлеб На пол Так я на коленях Съем его Потому что Это его хлеб И он выращен На моей родной земле Нет Нет Ничто на свете Не заставит меня Уйти из этого Дом Эту скатерть Эту скатерть вышивала Я в моем доме В моем Моем Понимаешь В моем доме Скажи Вероника Там В те ужасные дни Ты думала О том Что есть другой Путь Для меня Закрыты Все пути Города Слишком великие Там Никто Никто Не знает Друг друга Сладкий путь В тишине По которому Ты бы пошла Одна У меня Не было сил И все-таки В ту ночь Когда он Меня бросил В ту ночь Не подумала Что там По ту сторону Страха Есть страна Последнего Прощения Полно белой Холодной Тишины Где для всех Губ Есть мир На улыбке Где всех глаз Бесконечное Спокойствие И где-то Так хорошо Заснуть Без боли Без страданий И страданий Кто Нет Нет Для них Ты святая Спящая На дне Омута Я Я Я все Я все верну Я попытаюсь Все вернуть Уже поздно Уже поздно Неужели ты не чувствуешь Присутствие Другой Женщины Мартин Мартин Меня мог забыть Но Мать Уже поздно У матери Есть другая Дочь Что мне тогда делать А у сестры Есть Другая Сестра Тебе знакома Эта работа Это Моя Машинка Я начинала Ее Тогда На ней Появились Новые Стишки Кто-то Заканчивает Ее За тебя Посмотри В окно Что ты видишь На фоне Костра Там Там Вся Деревня Пляшет Взявшись Занки А Мартина Ты видишь Да Он Как раз Сейчас Проходит А девушку Которая С ним Танцует На ее Шее Твой Плоток Я Ее Не знаю Она Она Не здешняя Станет Здешней Нет 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 Это Слишком Жестоко Мартин Мартин Мог Меня Забыть Но Мать Разве Кто-нибудь Может Отнять Меня Мать Ты Ей Уже Не нужна У нее Есть Память О тебе А А Сестра Первое Слово Которое Она Сказала Это Было Мое Имя Я До сих Пор Помню Ее Спящую Себя На руках С улыбкой Застыншей Как Капля меда На устах Все Что она Помнит Это Твое Имя Думаю Она И не Узнала Тебя Четыре Года Это Много В жизни Ребен Ребенка Подумай Вероника Один Раз Ты Разрушила Эту Семью Своим Век Сейчас Хочешь Разрушить Своим Возвращением Семь Семь Тебе Тебе Наводит На меня Страх Я боюсь Я не хочу Опять Присмотрись Ко мне Как Сейчас Я Не знаю Я Уже Ничего Не знаю Страстно Жить И Красиво Умелеть Вот Чем Секрет Смелее Вероника Вот Так Как будто Снова Свадьба Один Некрешивость И Память Тебе Навсегда Останется Светлой И Неизменной Идем Идем Ты еще Боишься Нет Но У меня У меня Подкашиваются Ноги Я помогу Тебе Я проведу Твою лодку На тот Берег А Когда Возьм Костер Угли Тлеют Аж До Самого Рассвета Надо Оторвать А то Уже Нет Сем Мама Вы хотите Идти Спать Не Беспокойся Оо Мне Я Умею Быть Одна Марти Иди Танцевать А Чем Это Подожди А вы Никого Не видели У входа Никого А что Да Может быть Это и действительно Самая короткая Ночь В году Но я Еще Никогда Не Ждала Так Восхода Уже Заря Хозяйка Хозяйка Чудо Чудо Хозяйка В омуте Начали Веронику Никто Не хотел Верить Пока Не Убили Ее Уже Несут Сюда Такую Красивую Ее Не Тронула Вода На голове У нее Розы И Так Улыбается Как будто Только Что Умерла Хозяйка Господь Услышал Мои Молитвы Земля Вновь Станет Землю Вероника Моя Вероника Дочь П Моя Моя АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Дорогие друзья, в 19.30 награждение победителей в театральной весне, вручение памятных премий, подарков, дипломов и так далее. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ